Это специально. Все знают, что ты записываешь. А, это специально сделано? А, хорошо. Теперь все знают, что все, что вы скажете, будет использовано. Обязательно будет использовано. Может быть, использовано. Итак, друзья, мы начинаем со слов мусара. И есть известное такое высказывание. Есть такой запрет, который называется Минашекер-Терхак. Отдались от лжи. Так, в связи с этим, есть такой запрет. Это запрещено спрашивать человека вопрос, если у тебя есть подозрение, что он тебе не ответит правду. Не задавать человеку вопрос, который ты знаешь, что он, наверное, не ответит тебе, как на самом деле. Почему? Совершенно верно. Потому что ты тем самым служишь инструментом, который побуждает человека лгать. Ну, как-то так. Он тебя обманет. Да, то есть заранее не задавая вопрос, если ты понимаешь, что у человека большое желание будет не сказать, не отвлекать тебе на этот вопрос правдиво. Так, такая история. Я ее не читал, поэтому будем сейчас синхронный перевод. Не знаю, как получится. Итак, знание физики и науки никогда не являлось чем-то отдельным от Торы. Наши великие мудрецы по мудической эры вплоть до нашего поколения были очень хорошо ознакомлены со всеми математикой, физикой и другими предметами. Очень хорошо разбирались во всех науках Земли. Евровьяком Энден вообще учил Тору, а потом начал ходить в обычную библиотеку, пока не прочитал все книги библиотеки. Обычный господин. Изучил все вообще мысли, все, что есть вообще. Он читал так, что если ты как бы раввин, ты обязан разбираться абсолютно во всем. Ты должен реально знать вообще вот все. Да, как бы у нас есть все абсолютно. Мало ли с каким вопросом к тебе придут. Так вот, а работы Ибенезры, знаменитый рабья Авраама Ибенезра, он зарабатывал на жизнь тем, что писал учебники по астрономии, математике, геометрии. Представляете, человек был просто... Как бы Тору мало кто платил денег. Он не брал деньги за Тору, был знаток Торы. Так он писал учебники по истории, по всем предметам писал учебники. Рогаун из Вилья, как известно, свои величайшие труды по геометрии написал, пока сидел тоже в туалете. И так вот, это говорит о великом их признании. Но, тем не менее, они очень хорошо разбирались в этом. Вау, смотрите, какое высказание Виленского Гаона. Человек, который плохо знает математику, он не сможет хорошо знать Тору. Хотите знать Тору, надо знать все остальные предметы. Хорошо знать физику, математику, химию, особенно тригонометрию, лазерную энергетику, неогенетику и прочее. То есть, какие-то вещи надо знать. Так вот, была такая эпоха, страшная эпоха, называется Аскала. Называется она просвещение. Когда появилось новое течение среди евреев, которые сказали, что мы все прошлый век, давайте раскроемся, давайте откроемся новым знаниям, новым стадис, новым изучением образования институтов еврейских. И они использовали математику, как главный, уже надо знать математику, надо учить математику. И, конечно же, главы Тору были против этого, то есть, как бы, да, изменения каких-то в ешивах. Учить, да, то есть время на что распределяют. При этом они говорили, у нас нет никаких проблем с изучением математики. Они просто понимали, что они давят на математику, но у них совсем другие поводы. Они в итоге хотят просто убрать из хедеров, из еврейских учреждений, из начальных классов, из школьных учреждений. Кодыш, помочь кодышу, надо закинуть. Они говорят, слушай, это все прекрасно, но не меняйте приоритеты. Так вот, один из членов Аскалы этого движения в своем споре с Раббаним утверждал, что знание математики никак не повлияет на ваши евреи. А что вы так боитесь математики? Давайте уберем пару уроков Талмуда, пусть учат математику. А мудрецы ответили ему. И тогда один из раввинов сказал ему так. Тогда можно задать вам один простой арифметический вопрос? Какой сегодня день счета Омера? Между Песохом и Шавотом. Москве растерялся, он не знал. И тогда Раббин сказал ему, вот видите, совсем с вашим просвещением, вы даже не знаете, да, обычной еврейской математики складывать по одному дню вперед. Вы к чему? Почему на математике грусти? Да, вы даже этого, вы хотите просто уйти. Но как это ты не знаешь, какой сегодня день Омера? Как ты не знаешь, какой сегодня день Омера? И ты мне только говоришь, что ты хочешь, чтобы дети наши знали математику. Вот чего ты хочешь, да, чтобы они в итоге даже не знали, какой сегодня день Омера. Он не мог сказать. И тот не смог ему ответить. Он в другом формате живет. А это не так, что тебе не можешь говорить? Что-что? Слышь, я не понял. Ты понял? Это супер ответ. Это гениально. Просто он знал, какой день Омера, но нельзя же говорить сегодняшний день. Он праведный, бедный. Он ультра-ортодокс просто был. Он говорит, что вы так со мной, Ребе? Он просто не может ответить. Альберт, это с хорошей стороны. Но на этих фашуликов не надо смотреть. Он его спросил днем, поэтому днем проблемы нет сказать, какой сегодня днем. Проблема только ночью сказать, да? Окей. Так, продолжаем с вами, продолжаем с вами учить скрытую жизнь Куани. Чем они там занимаются? Да, в прошлый раз мы сказали, очень интересно, что есть такое правило. Эйн, категор на ассессии Негор, не может обвинительно стать защитником. Поэтому Куэн, который своими руками совершил убийство, теряет право благословлять. Да, потому что его руки не могут давать благословение миром, если он кого-то убил. Даже если он сделал шуву. Не предназначен. Даже если он случайно кого-то убил. Неважно. Если ты кого-то убил, ты уже лишаешься этого права. Даже если человек сделал шуву, тоже это непросто. Если, да, мы говорили, что это есть махлокет на эту тему. Это очень точно сейчас. Если у нас четверг рожь ходишь. Ну, вот считай. Так, да. Потом мы говорили, что необходимо дожидаться. Ответ Амэн. Не перегонять друг друга. Очень важно, что когда коины, вот видите у нас здесь стол Вавнера? Видите? Или там, где Раб-Бцай стоит. Когда коины благословляют, они включают благословение всех, кто перед ними и всех, кто по бокам от них. Но если ты зашел в некоторых синагоги с углубления, ты находишься там, имей в виду, ты лоних лаль браха. Ты не подпадаешь. Да. Ты должен выйти. Должен выйти куда-то либо в бок, либо перед ними встать. Если ты за ними, то это не поможет. Да. Что еще? Но перед ними и по сторонам от них. Даже если есть железная перегородка, она не способна прервать. И как пишет Личто Брура, потому что ничто не может стоять между Всевышним и его народом. Такая вещь, да. В Секе, что даже железная перегородка не отодвинет их. Улаху рэгэм намэй, им хэм анусин. И даже если они стоят за коинами, это тоже сработает, если они анусин, если они вынуждены. Кэгон, ам, шебасадо, шэм трудин. Как, например, те евреи, которые не смогли пройти в синагогу, они в поле работают. Мы говорили, да, что если 10 коинов в синагоге, они все должны выйти на духан и благословлять. Кому они благословляют, в синагоге никого нет. Своих братьев, которые в поле, тех евреев, которые не смогли пройти в синагогу. То есть, они не могли, у них работа, не смогли уйти в поле. Раньше люди работали в поле на хозяина. Хозяин мог не отпустить, да, они были вынуждены молиться там, оставаться, они не могли делать брикадку они. Потому что мы сказали, что брикадку они нужна сефертура. Но мы сказали, что Миштабрура говорит, что большинство с этим спорят. Тем не менее, нет у них возможности, так их имеем в виду. Да, это мы разобрали. Что Коин может несколько раз сделать проход. Остание, что мы говорили, это всякие изъяны. Если у человека какие-то уродства на лице либо на руках, точно так же, как Коин лишался права служить в храме, точно так же он лишается права делать на сиат капаем. Да, и сказали, что если есть обычай в этом месте накрываться талитом, и Коин уродства его не будет видно, то в этом месте даже Коин с изъяном может благословлять. Айюадавц, вот, если у него выкрашены руки чем-то, тоже это нельзя такому Коину благословлять. Нельзя ему благословлять. Почему? Потому что когда он будет своими красными, зелеными, синими руками водить, люди будут в шоке, смотреть на его руки, будут думать не о Брахе, а о том, почему у него такие руки. Но если известно, что этот человек работает, там, не знаю, он художник, художник, да, и все уже знают, что у него постоянно вымазанные руки, то это нормально. А почему нет? Очень даже, мне кажется, вообще представлено. Если человек, мы говорили, шепелявит, картавит, не выговаривает какие-то буквы, алиф и айн путает, да, тут уже ему нельзя, он... Не, но если у него покрытые руки талитом, нет вообще в этом вопроса? Если у него изъяны, а мы говорим, что он не выговаривает, тоже, тоже, тоже не важно. А не выговаривает в любом? А не выговаривает эту проблему? Мы сказали, что да, четыре вещи. Должен стоять, должен держать руки, должен иметь голос. То есть, что нахрип, он тоже не может благословлять. А если какой-нибудь пришел на галитар, какой-нибудь неудобно битогный руки пришел в карман. Потом он должен выходить и благословлять и показывать и отвечать, что он не выяснил, что-то не так. Не, он должен выйти до РЦ. Пусть выйдет, пусть не участвует, в этом катаншу ноги виш тэйсэ рот. Потому что они смотрят коин, он больше не так, это получается в алгану трансамбер. Ага. Это уникальный как коин. И потом мы дошли с вами до убийства. То есть, главное, что если коин кого-то убил, даже случайно, он благословлять не может. Но два исключения. Если коин убил ребенка во время бритмилы, точнее, ребенок умер из-за того, что ему сделали бритмилу, такой коин может благословлять. Это считается, как бы, он делал митсуру. И второе, если он нерожденный, 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 а, хазак, да, да, тоже. Мы сказали, что за убар, то есть, убийство, убийство нерожденного не считается убийством, считается убийством, не считается на таком уровне, что за него нельзя убить. Обычно убийцу убивают, да, но убийцу нерожденного ребенка, то есть, он так у жену, и у нее случился выкидыш, ему не смерть. Он выплачивает компенсацию, да, ему наказывают. Сейчас РПЦ хочет, чтобы признали эмбрион человеком. И тогда аборт будет считаться преступлением. Это будет суток, потому что так оно и есть. Это реально так оно и есть. Убить ребенка в животе, это убийство. Может быть, это свидетельство, что он так само на войну пошел? Да, да. А если он на войну пошел? Война, да. Это отдельная тоже была тема. Мы же на войне. Мы тоже обсуждали, что если человек идет на войну, и на войне он волей-неволей убивает, да, и даже он убивает евреев, потому что он воюет за одну страну, а кто с кем они воюют, там тоже евреи, да, будет ли это считаться, он не мог по-другому сделать, да, то тоже как бы он не теряет своего права. Целый недон среди по скима. Если Коэн выпил, выпил просто залпом, рвит вина, он уже теряет возможность делать беркаткуаним, и мы сказали, что это причина того, что всегда беркаткуаним делается на шахаре, когда люди еще ничего не пили. Потому что после кедуша он уже такого бы сделать не смог. Только если он разбавит водой, да, там или как-то, но если он выпил больше рвита, то даже если оно было разбавленное, то он не может благословлять. Да, если про него ходят слухи, что он что-то не соблюдает, но доподлинно это неизвестно. Нет, он убивает. Нет, не соблюдает. Есть такое понятие, он там шамат не соблюдает. А ты что, видел его? Нет, но слухи ходят. Это не повод. Слухи ходят, может делать. Потому что другие не отменяют на сиаткапаем, не мешают делать на сиаткапаем. Если Коин вышел за разведенную, теряет право делать на сиаткапаем, и даже вообще к нему не делают никакого уважения. Коин, который нарушил закон и женился на разведенной, не может выйти к Торе первым, не делает Зимун первым. То есть, он решается, не может, соответственно, он же не может, по закону вторым тоже не может быть, третьим, он же не может выйти, Коин не может выйти, третьим. Не может. Коин просто по закону не может выйти. Просто по закону. Коина нельзя вызвать третьим. Нельзя вызвать третьим. и вторым нельзя. Нельзя вызвать. То есть, ты очень хочешь. недавно у нас было здесь на шаббат и кто-то купил алью и дал отцу этого коину а тот выходит да каким-то а ему говорит извините вы не можете вы коин он не ну как он не может выйти к он может выйти только первым вторым нет только первым коином либо на вофте а если нет выходят все подряд да можно а филу герша у мета посоль даже если она умрет даже если он с ней разведется он уже посоль она аль да отрабим а только если он поклянется как бы сказать что все я больше никогда не буду с нееврейками там вообще что запрещенными женщинами не буду иметь тел тогда ему разрешать снова вернуться к его нормальной практике не тма ламет шейном ищи вам это и митва мы знаем что коин не может оскорняться мертвым за исключением семи самых близких людей сын дочь отец мать брат сестра и жена только на эти семерых коин может пойти на кладбище больше не может тетя дяди он говорит извините я не могу а почему нет на похорон да ассульми на духа но николь мало таки унаши а шубы и к большего и тма отзывайте давайте почитаем мы мало нет малым это войну давка бы мези если он сделал это специально то есть человек специально пошел на похороны на другого постороннего человека ни одного из семи близких родственников такой конь лишается права полностью выходить первым который всех кибудов и не может делать на себя копаем смотрите как жестко опять-таки до того момента когда он не покидал не пообещает решили ашу сделает шу вейкабель и примет на себя что больше не будет оскорняться мертвым а есть которые говорят что если у него была дочь которая отошла от торы он теряет тоже право делать святые вещи потому что отца своего оскорнилана откуда как мы знаем историю мы учили целая была целая была мишпаха куланин это трактат сука который из-за того что дочь отошла и сказала ты волк волк на жертвы и она вышла за римлянина что ты говоришь жертвы бит какой от тебя толк так наказали всю ее семью и запаяли им кольцо им было тяжело служить в хаме почему потому что не бывает что дочь такие вещи говорит а родители как бы не причастны хотя вешка бывает к сожалению родители ну да но все таки все таки они что-то должны были сделать их вина тоже была и поэтому их там наказали они мучились им было тяжелее служить в хаме так вот мэмбет ахалаль эйноно сээдкапад халаль не может делать на себя откопаем халаль халаль это коэн родившийся от запрещенного брака то есть запрещено коэну жениться на разведенной а он женился и она забеременела вернуться ребенок ребенок коэн но он халаль это навсегда и вот эти халали да навсегда да он коэн который лишён всего да да и ну а ну ладно и суреки уна то есть родившийся от запретной связи коэна шаген груша зона на халала какие-то вещи если коэн не может жениться на разведенной на зона на девушке легкого поведения и халала на такой же халале обратите внимание что еврей может жениться на зоне иошуа жениться на рахал ошеа пророк ошеа всевышний говорит ему уйди говорит женись говорит на зоне и родишь говорит ребенка и назови ребенка лорухаман нет первый был эзриэль а потом лорухаман и то она рождает детей и он страдает жутко он не знает это его дети ли она продолжает гулять ее похищают у него выкупать и такая история а все почему он сказал всевышний будет еврей тебе изменили это откажись от них все же хорошо бы посмотрим на тебе и он влюбиться безумно в эту девушку она будет ему изменять он будет ее любить он будет ее доставить будет ее спасать она будет ему просто по жесткому страшные вещи дети у него будет рождаться она будет уходить от него в итоге как бы и скажет ему что ну что говорит любишь своих детей хотя ты даже не знаешь точно твои ли это дети любишь ее хотя она вот так себя ведет а ты мне говоришь чтобы я отказался ты заверись по моему рода ушей тут такая невероятная история там почитайте это малый порог итак так вот а койну запрещено койну нельзя то есть еврея ну окей да она была там со сотней мужчин хочешь пожалуйста поэтому когда ты ходишь бейзин и гришь такой а бейзин отговаривает очень тяжело жениться георг нельзя зона нельзя это самое а зона это знаете в наше время это просто девушка какая-то не обязательно которая приходит мне кажется я коэн очень сильно проверяют так как перед этим не если он коэн он коэн он будет не коэн не коэн а кто знает он где-то вы знаете я слышал мне там сказали у меня там на кладбище не отговаривают а очень сильно допытываются может сильно очень тяжело доказать что такое потому что лучше быть не коэном пока ты не доказал как бы да лучше быть не коэн ты не знаешь и ну как человек приходит хочет жениться и вот так допытывать евреем или нет он бедный уже не знаю чем она проверяя там до десятого колена смотрят 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 да то же самое здесь почему потому что такой человек является даже если он халаль по мудрецам например коэн не может жениться на разведенных а по мудрецам коэн не может жениться на халлице халуце халуца это женщина которая муж который умер не оставив потомство а ее брат отказался от нее он сделал ей не развод а сделал ей именно халлицу плюнул ботинок да это тоже подобие развода так на уровне дибрегем на уровне мудрецов это называется развод так даже коэн женившийся на такой женщине тоже вот эти халали и они могут делать на себя теперь спокойно траву первые дни он он никакой не себя копаем не делает но после семи дней после чего он уже может делать на себя копаем убыток но если он еще внутри семи дней траура он должен выходить из синагоги когда дело подходит на себя копаем выходить вам не быть а говорит рамо и шумрим дэхольдзмана адвилут афилу ад ютбетходеш ад авива альмо эйноно сей копап а а есть которые вообще устражают говорят 12 месяцев если коэн по отцу или по матери 12 месяцев не делает 10 копаем пусть выходит это алаха ашкеназим так делают ашкеназов это закон ну это это я вижу только шурханаруха скорее всего алаха пошурханаруха но посмотришь на то есть коэн который по отцу и по матери 12 месяцев теряет возможность сделать на себя копаем а ему афилу без шаббат в нем то даже в шаббат и в нем то в шейну некра шарур без семха шаббат и он тоф они как бы да тоже не может делать потому что нельзя ходить на свадьбу и так далее и то же самое касается человека который похоронил своего родственника в праздник афальпиша даймно халала а ведут несмотря на то что а ведут на него пока еще не упал мы знаем что если шаббат не дай бог кто-то ушел из жизни даже в шаббат ты не можешь стать а велем не можешь делать а ведут не можешь тем не менее запрещено человеку радоваться все время праздника вегу гаддин онен то же самое касается онена онен это человек который в состоянии когда мертвого еще не похоронили день когда человек умер афилу бьем то в шоу хаябны хорамит скот даже в ем то он будет обязан во всех заповедях миколь маком гарэ и но шаруй да симха у кварка там ну да миколь маком им краугу лаалот я алле как интересно да мы знаем что онену запрещены делать заповеди повелительную человек когда у него кто-то умирает он в такой печали что ему нельзя делать филин он во всех заповедей освобожден даже словом можно что он хочет ему нельзя но если это произошло в ем то он обязан во всех заповедях миколь маком тем не менее гарэй эйно шаруй бессимха все равно он в радости пребывать не может у кварка там в доме кормоком импера уголала но если его вызвали он обязан выйти но есть которые говорят что даже если он вызовут онену не надо выходить а лави ве алимо пацу и по материку один коль шлошим аль шеар кровим ше михуяв лить апель алихэм и то же самое касается шлошим если это один из семи родственников по которому он держит траур да он обязан он не может выходить но если в этом месте нету других двух коинов кроме этого в трауре мутар леавэлли сакапав тох ютбет ходыш а лави веимо от тох шлошим аль шаар кровим тогда можно облегчить говорит рамо мишнамрура что можно ему выйти если да надо сказать ко они надо хотя бы чтобы было два коина когда он может выйти вторым коином несмотря на то что он внутри 30 или внутри 12 месяцев то есть все согласны шурхана руху шурхана руха только семь дней дальше можно рамо ашкиназим говорят что все 12 месяцев но если какие-то обстоятельства не такие что он один единственный тогда можно если уже есть что он будет расслаблять в одну один почту шим а чар кровим шаме хуявлит обрадах вим энь шамбебей так месяц шней куаним а хирим хуц ме-авэлли если коин еще не женат он может благословлять считается человек который не женат и он еще не до конца человек может быть арабанин там быть женатым тоже как бы да такие вещи еще не до конца может быть ему нельзя благословлять нет неправильно можно благословлять но рамо говорит я шум рим дэй ноно сэка папа есть которые говорят что нет не может потому что благословение все самые лучшие они в радости делаются а сказано человек который не женат он у него нет радости он не понимает он как бы он не думал даже когда он радуется он на самом деле не испытывает истины радости спокойствия как люди женаты это понимают как только ты женился ты вдруг чувствуешь такое умиротворение в душе спокойно сразу как бы все и жена скажите тем у кого как бы жена выносит по-разному бывает складывается но жена нет желудни до конца не может быть не считаешься радостным да амэвакэш ешло ли гьет без симха амэварэх ешло ли гьет без симха должен пребывать в радости но обычай что люди делают на себя но если человек не хочет его заставлять не надо поэтому таким койном даже те которые сражают и не дают неженатым делать на себя откопаем им разрешают вьем тофу потому что вьем тофу всех радостей вьем тофу вьем тофу радость вьем тофу они могут вьем тофу а в шаббат не могут обратите внимание в шаббат нету симха такой как вьем тофу симха вьем тофу только вьем тофу в шаббат есть оныг это другое немножко другое это некий покой умиротворение да удовольствие вьем тофу лев гу гьеварэх с добрым сердцем можно было расставлять но касательно других дней нет а фигу без шаббата шана даже в шаббат и видите ты сказал потому что все равно люди озабочены почему они в мысли в мыслях о том как будут пропитаться и даже вьем тофу делают из себя копаем только в мусах потому что уже выходят из синагоги и начинают радостную трапезу но всякий раз когда не делают из себя копаем в шахариты в мусах как мы говорили да просто как мы учили ранее а есть даже где делают из себя копаем в наилу и мы так делаем а есть где делают даже в шахарит и мы тоже так делаем все разы вот говорит слова на которые куаним поворачиваются на юг и на север и варехеха вишмареха элеха вихунека элеха леха леха и шалом мы говорим на эти слова они разобрутают они двигают они двигают рухами только на эти слова и качаются из от юга на север каждая из них является окончанием брахи самой по себе и потом они говорят свою молитву но макре который им читает рибон не говорит вы слышите ребята бомбическая лоха давайте это последняя лоха мы закончили куаним а тут написано так запрещено пользоваться коином даже в наше время почему это как будто бы мэйла мэйла бэгдэш да и мло махаль альках если он этого тебе не позволяет слышите куаним надо знать что куаним это особенная каста евреев они как бы предназначены они армия внутри армии они полностью для всевышнего не используй коина старайся максимально да у салата кушаем с традиционным или что-то налить подать это митсва то есть коину подать ну во первых там не дыхали так это митсва так двойная митсва еще и куаним даже обычный коин маленький мой щедовик какой-то дать ему кибут тоже да но тем более использовать его то есть запрягать его лишний раз считается опасно и не просто для жизни имеется в виду опасно что как бы не хорошо как написано в торе и освяти его ведь хлеб всевышнего он приносит особенный человек который приносит жертву храме с ним освещая его то есть выделяя его он особенный он находится в своей святости и поэтому даже сегодня не запрещено коину жениться на разведенной запрещено уходить на кладбище если конечно он не разрешает да но махаль если он не прощает что значит а вали махаль мута ну если он говорит а ничего ладно спокойно потому что все эти кибутим такие как например дать коину первому или дать ему первую порцию еды самую лучшую и так далее эти все вещи мы обязаны делать для их почета но это все для их удовольствия поэтому человек имеет право прошеть на свои удовольствия можно сказать спасибо да мне не нужно лейзраэль лэштомеш бух да есть мишо мэрайз которые говорят шейну яхол литэн шук виштамеш бух или им кэн есть ло эйзэ анна то есть коин может простить и разрешить себе недовызавать почет только если он получает какую-то выгоду конкретно да например оплату там или что там но если это то есть почет не связан с его конкретной ощутимой выгодой которую можно потрогать он не имеет права прощать на это да фальгабдехавод юхалим хо несмотря на то что почет можно прощать это может превратиться наоборот в неуважение в пренебрежение а это может делать право не имеет он поинт это уже на нащиту не только его личная какая-то кэуна должны с уважением ответить кэуне к священству и лучше устражать с этим изначально и тем более пренебрежительно относиться к коину аккуратнее надо быть с коинами с коинами надо быть аккуратнее да они под защитой все же они как бы да но такая каста они в своей жизни это служба в храме служба перед силой окей еще 4 минутки успеем маленький сделать в каком в каких молитвах мы делаем только в шахарит то есть молитву вдруг он выпил и даже когда у нас пост все равно не делают а какое опасение из-за обычной минхи начнем делать минху в пост потом спутаем сделаем обычную минху не надо да даже в пост не делаем но если это пост но в нем нет то есть это пост но это не но что касается минхи в Йом-Кипур так как она молится очень поздно и она сопряжена с Нейлой и никто не спутает ее с обычной минхой там делают но пишет будет объяснен дальше в стимане куф-хаф-хет 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 это все субъективно не надо не пихать где как это мы так не найдем бейткоин шавар ваалал духан бьема кипурим до митха если коин вышел на Несиат копаем в Йом-Кипур в минху его не спускают потому что известно что он точно не выпил все-таки Йом-Кипур и нет опасения что спутает другая минха и лучше его не спускать почему потому что есть другое опасение скажут что что-то с ним не так какой-то никоин что это его опустили если уже вызвали чтобы что он какой-то посульный и поэтому мы говорим Несмотря на то что и так мы делаем в наших странах несмотря на то что есть те кто на это спорит окей молитва и переходим к законам Тахануна и так ребят мы отвлеклись мы с вами закончили Беркота Шаха мы с вами учили законы Шма благословений Шма и потом мы очень долго учили законы Шмуна Эсре а сейчас мы с вами учим Несиат Капаем потому что часть Шмуна Эсре но теперь мы закончили с вами Несиат Капаем Шмуна Эсре и переходим к законам Тахануна Очень важно. Сфарадим, Ашкин, Азим. Сейчас надо обострить уши. Возьмем книги. К сожалению, нам никак не принесут наш елку. Есть, я вижу. Отлично. Поэтому мы начинаем с законы Тахануна. И продолжаем дальше Тахануна. Завершаем молитву утреннюю и начинаем Минху и Марик. То есть идем все по порядку. Следующего рада Бейзрата Шэм. Начинаем с молитвы Тахануна. Куф Ламет Алиф. 131. Семан Шурхана. Всем Шаркоах. Работая здесь, мы делаем паузу и начинаем Минху. Всем Йомтох. Шаркоах.